Идет 217 день войны, возобновились серьезные боевые действия в северной и центральной частях сектора Газа. Кроме того, продолжается, ну как-то в очень таком вялом темпе, операция в Рафияхе. Делегация Хамаса в очередной раз сорвала переговоры в Каире, выставив совершенно неприемлемые для Израиля условия. Террористы, очевидно, тянут время и американцы никак не могут пристыковать свой плавучий пирс к берегам Газа, который они там красиво построили, потратив на это кучу денег. Оказалось, там есть и технические проблемы, и проблемы с безопасностью. Всем привет, меня зовут Сергей Услендер. Сейчас я вам расскажу поподробнее обо всех этих и не только событиях в своей очередной сводке, которую легко можно поддержать лайком, подпиской, комментарием. Не забывайте включать уведомления. Можно помочь каналу финансово для его регулярной, успешной, устойчивой работы. Кнопочка суперспасибо, суперфэнкс или сердечко с долларом. Две платформы Бусти и Патреон. Ссылки на них находятся в описании. И можно стать спонсором канала на Ютубе. Все это важно, нужно и огромное спасибо всем, кто это делает. Итак, что происходит в секторе Газа? Там в районе Зейтун, это южная оконечность, южные пригороды города Газа. Возобновились такие серьезные тяжелые бои с террористами. Израильская армия там сейчас находится и ведет бои с оставшимися там боевиками Хамаса. Кроме этого, в лагере Нусайрат идут ожесточенные перестрелки. Это центральная часть сектора Газа. И в Рафиахе. Израильская армия продолжает так вот очень неспешно продвигаться в восточных окраинах Рафиаха. Уничтожая террористов, уничтожая там их объекты и так далее и тому подобное. Продвижение по оси Филадельфия прекратилось. Пока там вот израильская армия дошла до определенного предела, остановилась. И там сейчас занимается поисками туннелей. Все это с одной стороны вроде как хорошо. Ведем бои, уничтожаем террористов. С другой стороны, это выглядит не очень хорошо. В том же Зейтуне мы были уже два раза. То есть заходили, уходили, заходили, уходили. И вот в таком режиме воевать можно хоть 10 лет. У Хамаса сил до черта буквально. И там неисчерпаемый запас людей. И поэтому нужно что-то вот предпринимать более такое серьезное, более глобальное. Потому что иначе так можно в тот же Зейтун или в тот же Нусайрат заходить хоть 5 раз в год. И уничтожать там боевиков, выходить, неся потери. Потом снова заходить. И так это будет продолжаться до бесконечности. Проблема заключается в том, что нет по-прежнему плана действий после войны. И этот план должен был уже давно появиться. И этот план должен был давно уже начать притворяться в жизнь. Но его вот по-прежнему нет. Израиль не хочет брать на себя ответственность за сектор газа. То есть оставаться там физически. Хочет разгромить Хамас и выйти оттуда. И после этого Хамас туда тут же вернется. Если уцелеют его главари. Буквально вот один из них есть январь уцелеет. И этого будет достаточно для того, чтобы Хамас потом восстановил свое влияние, свою власть в секторе газа. Нужно искать каких-то союзников. Нужно договариваться с какими-то странами. Арабскими, например, и так далее. Понятно, что ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни какая-нибудь Канада на себя ответственность за сектор газа не возьмут. Им такой геморрой даром не нужен. Можно договариваться как-то пытаться с теми же египтянами, с Лигой Арабских Государств и так далее. Может быть о вводе каких-то воинских арабских контингентов в сектор газа. Но этого не происходит. Израиль по-прежнему занимается таким вот симптоматическим лечением. Зашли, разгромили, вышли. Хамас там пару недель пришел в себя, восстановил свое присутствие в том же Зейтуне. Мы опять туда зашли, опять разгромили и так далее. То есть нужна реально, давайте называть вещь своими именами, оккупация сектора газа. Либо нужны четкие договоренности, кто будет этим заниматься после того, как Израиль закончит там военную часть кампании. Но пока этого не происходит. И это большая проблема. На восьмом месяце войны нужно уже определяться, что мы хотим делать дальше. Вот в связи с этим, например, можно упомянуть историю с этим плавучим пирсом. Американцы там, потратив 320 миллионов долларов. Реально деньги девать некуда. Построили причал такой плавучий, силами своего флота. Причал этот перебазировали зачем-то в Аждот. Хотя в Аждоте есть целый порт в израильском. Там полно места, пожалуйста. Но они его пока там пристыковали к берегу. И сейчас думают, что со всем этим делать дальше. Как выяснилось, американцы не хотят отправлять своих военных эксплуатировать этот причал. Никто не хочет этим заниматься. И, соответственно, сейчас там идет речь о том, что, возможно, некая частная израильская компания возьмет на себя эту функцию. Там две есть проблемы. Первая – это безопасность. Потому что террористы все время обстреливают тот район ракетами из минометов, где должен находиться этот пирс, куда должны подходить корабли. Понятно, что ни одна страховая компания такой корабль не застрахует. То есть это грозит еще более серьезными расходами по доставке гуманитарной помощи. Террористы, кстати, обстреливают и Керем Шалом. Вот это КПП, через который заходит основная часть грузов гуманитарных для сектора газа. То есть проблема с безопасностью есть. И есть проблема с его эксплуатацией. Как выяснилось, его нельзя эксплуатировать при высоте волн свыше 90 сантиметров. А там у берегов сектора газа бывает волнение сильнее. Ну, Средиземное море в определенный период бывает такое довольно бурное. Я вот в частности в газе бывал, там видел все пляжи берега, видел там волны. То есть они бывают гораздо выше 90 сантиметров. Что с всем этим делать, непонятно. То есть либо пока волна маленькая, подтащили, что-то разгрузили, утащили. Ну, в общем, короче говоря, можно получить какую-то страшнейшую проблему с эксплуатацией этого пирса. Но вот американцы красиво отчитались, построили. Причем в Ашдоде почему-то это совсем не сектор газа. Но теперь вот не знают, что со всем этим делать. Среди прочего, кстати, относительно частных компаний. Вот то, что я сказал чуть ранее по поводу плана. Была такая идея отдать КПП Рафех, который связывает газу и Египет. Отдать его некой частной, американской частной военной компании, которая будет его охранять. Но пока желающих нет. Никто не хочет влазить в это дерьмо. Заниматься охраной КПП между Египтом и Газой, подвергаясь ударам террористов, подвергаясь их нападениям и так далее. Американцы уже наелись вот этого вот так в Афганистане и в Ираке. И никакая частная военная компания на себя брать такое вот не хочет. Даже за очень большие деньги. Это к вопросу о том, что нужен план. Никакая идея на уровне идеи не сработает. Нужен четкий план. Пункт 1, 2, 3, 5, 10 и так далее. Четко расписанными обязанностями, там сторон и так далее. Но этого плана, как я уже сказал, по-прежнему нет. По поводу переговоров в Каире там состоялся очередной раунд. Израиль, начав операцию в Рафехе, не отказался от идеи заключить сделку. То есть, по всей видимости, операция в Рафехе рассматривается как некое такое военное давление на Хамас с целью сделать его более уступчивым. Но террористы более уступчивыми от этого не стали. Они воюют с израильской армией, параллельно вот на переговорах выставляя абсолютно неприемлемые условия. Меняя одно на другое, ужесточая свои условия. Вот сейчас они требуют уже 12 недель перемирия. Окей, не будем записывать прекращение войны в договор, но запишем туда 12 недель перемирия. Это сколько же получается? 70 дней плюс 14, 84 дня перемирия, да. А там уже посмотрим, как оно будет дальше. И только часть заложников освободить, причем и живых и мертвых. Хотя изначально шла речь о живых только. То есть, по всей видимости, Хамас не знает, где все заложники. Не знает, кто из них жив, кто мертв. А может быть и знает. Но вот таким образом выкручивает руки. И совершенно очевидно, что Хамасу сделка не нужна вообще. Хамас тянет время. Усиливается давление. Интервью Байдена CNN, где он своим ртом буквально сказал, что мы не дадим Израилю наступательное оружие. Не дадим бомбы, артиллерийские снаряды. Оборонительное дадим там, чтобы оборонялись. Но вот, короче, щит дадим, а меч нет. И Хамас прекрасно считывает все эти сигналы. И он понимает, что до ноября, пока Байден находится в Белом доме, а там плюс еще какое-то время, я не помню, сколько это по американскому законодательству, пока новый президент или старый новый президент вступит в должность. То есть до ноября у Хамаса вот есть время тянуть, 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 пока международное давление не достигнет таких пределов, чтобы полностью Израиль прекратил войну в секторе газа. И тогда Хамас получает полнейший профит. И заложники остаются, и война прекратилась. Еще раз. Ни количество собственных жертв, ни разрушения в газе не имеют для них никакого значения. Более того, чем больше разрушений и больше жертв, тем для них же лучше, тем лучше медийная вот эта картинка. В этом смысле, в смысле вот медийной картинки, мы откровенно проигрываем этот момент, потому что мы плохо ведем разъяснительную работу. У нас по-прежнему проблема с ведомствами, непонятно, кто за это отвечает. Миллион всяких министерств и ведомств, все они за это отвечают, и никто этим не занимается. Был там один Элон Леви, это пресс-секретарь на английском языке правительства, который вот этим занимался. Ну, если помните, мы его показывали, когда он так выпучил глаза на вопрос там идиотский одной из ведущих. Так вот, такой человек-мен, его уволили оттуда. Непонятно, правда, за что, непонятно, по какой причине. Там есть разные слухи, но я слухи озвучивать не буду, да, пока нет фактов. Но, в любом случае, разъяснительную работу мы с треском провалили, и вот, как результат, мы получаем растущее такое давление на Израиль, и плюс жуткие абсолютно антисемитские настроения. Тут, правда, есть и хорошая новость, как ни странно. Вот эти протесты в американских кампусах, которые там разгорелись уже и вылились просто в погром и вандализм, в жуть какую-то несусветную, они вызвали у американского общества сильнейшее отторжение, как показывают, собственно, вот эти опросы, которые сейчас. Как вы относитесь к протестам в кампусах? И вот приличная часть американцев, даже, я сказал, большая часть, высказывается против этого. Потому что, окей, протест, святое дело, арафатку там на себя повязать или флаг, но громить кампусы университетов, все там крушить, портить, засирать и так далее, вот это вот американцам не нравится. И поэтому в этом смысле организаторы протестов, а протесты все были, организованы, оплачены, хорошо срежиссированы, они вот немножко переиграли. И это, как бы, хорошая новость, но на этом, собственно, практически хорошие новости, к сожалению, и заканчиваются. По поводу севера тоже важный момент. Ливанская газета Аль-Ахбар написала о том, что Иран приказал Хизбалле усилить уровень эскалац, увеличить уровень эскалац и усилить атаки по Израилю даже ценой большой войны. Иран тоже прекрасно считывает сигналы из Белого дома, да, мы вам не дадим оружие, мы вам не дадим там бетонобойные бомбы всякие противобункерные и так далее, мы вам дадим только вот обороняться. Израиль таким образом вот лишается своего главного инструмента атакующего, но пока не лишается, запасы есть. И на какое-то время войны хватит, но в целом, еще раз говорю, важен сигнал. И сигнал был послан совершенно недвусмысленный Байденом, Ирану и его прокси. Ребята, воюйте, атакуйте Израиль, мы в это дело вмешиваться не будем. Более того, мы еще вот Израилю одну руку вот так привяжем к боку, да, чтобы ему было тяжелее от вас отбиваться. И поэтому на севере резко вырос уровень эскалации, там очень мощные обстрелы идут сейчас уже и в глубину израильской территории тоже наносится. Израиль отвечает, тут спору нет, отбивается как может, там бомбим Ливан, уничтожаем объекты Хизбаллы и ее террористов, но всего этого, конечно, недостаточно. И уже совершенно очевидно становится, что большой войны там просто не избежать вообще никак. Вопрос, как это, собственно, вот будет происходить и когда это случится. Ну, я уже приводил цитату нашего министра обороны Юава Галланта, который сказал, что лето будет жарким. У нас и так очень жарко сейчас, хамсины там и так далее, но понятно, что он имел в виду вовсе ни погоду, ни климат и ни температуру воздуха. То есть, по всей видимости, речь идет о том, что летом у нас может случиться большая война с Хизбаллой, с Ливаном. Вопрос, конечно, когда. 1 июня это лето и 31 августа это лето. И где-то вот в промежутке между ними может это все произойти. Когда и как это произойдет, точнее, когда и как это начнется, мы пока не знаем. Ну, вот будем за этими вещами следить. Есть у нас такой Таль-Бари. Это есть исследовательский центр Альма, который занимается проблемами безопасности. Там вот есть один из глав, он глава отдела одного из исследовательских отделов в этом центре. Вот он пишет о том, что Хизбалла не отказалась от сценария вторжения на израильскую территорию. И по его вот расчетам это вторжение произойдет не силами большими, как это произошло 7 октября со стороны Хамаса, да. Когда, по сути, бригада прорвалась на нашу территорию, там до 4000 террористов. А мелкими группами они попытаются просочиться на израильскую территорию. Понятно, что массированное вторжение будет отражено силами там армии, артиллерии, авиации, танки и все такое. Но небольшими группами могут попытаться прорваться в какие-то близлежащие израильские населенные пункты. Понятно, что они не захватят территорию, вот это вот все, не дойдут до хайфа и все такое прочее. Им нужна в этом смысле медийность. Опять флаги Хизбаллы, реющие над израильскими населенными пунктами, убитые там солдаты и гражданские, заложников, если получится захватить. То, что они при этом понесут потери, большую часть перебьют еще при попытке прорваться, это понятно. Но вот такая тактика, по мнению Таля Бари, может иметь успех. Потому что Хизбалла, да, у нее нет фактора внезапности, но у нее по-прежнему есть силы Радуан. Прекрасно подготовленный спецназ, в том числе для действий вот в такой местности, в которой находится верхняя Галилея наша. То есть участок израильской территории, примыкающий к ливанской границе. Они вполне могут попытаться это осуществить в какой-то момент. И к этому тоже нужно готовиться. И вот Таль Бари призывает к этому готовиться. Что это может случиться в любой момент. И Хизбалла обязательно попробует этот вот сценарий провернуть, чтобы смешать нам наши планы наступательные в свою очередь. Это очень серьезное такое заявление. И не надо воспринимать его как алармизм. Кое-кто из исследователей до 7 октября тоже указывал на то, что возможен прорыв со стороны Хамаса. Их всех считали городскими сумасшедшими, алармистами. Где Хамас, где мы, мы же такая могучая армия, там да мы хвоста раздавим. А вот не получилось. Поэтому все это тоже нужно обязательно учитывать. И мы будем надеяться, что в армейском руководстве все это учитывают. Хотя вот у меня уже начинают возникать некоторые сомнения вообще в дееспособности наших генералов. Которые, как известно, всегда готовятся к прошлой войне. Как говорил Черчилль. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. Буду дальше держать вас в курсе, как у нас там, как у нас тут, точнее, развиваются события. И на севере, и на юге, и во разных других фронтах. И обязательно поговорим о войне в Украине. Там тоже есть о чем поговорить. Там сейчас вот как по мне наступает такой вот переломный момент. Когда ситуация может поменяться. Не драматически, но может поменяться. И украинцам должно стать легче. Есть там определенные признаки, которые об этом говорят. Еще раз спасибо. Всем пока.